Физкульт привет, туристы! Сегодня 5 неочевидных предметов, которые я беру практически в каждый поход. Надеюсь, что этот видос сделает из вас супер туристов. Погнали! Первая вещь – это резинка из велосипедной камеры. Вы берете велосипедную камеру, режете ее на ленты и получаете некую вундервафлю. Скотч и бутылкорез адвоката Егорова нервно курят в сторонке. Что-то примотать, поджечь, привязать, растянуть, отремонтировать. И это далеко не полный список того, как можно использовать эту штуковину. Предмет номер 2. Гусары молчать. Вазелин. Да, блин, ребята, вазелин – это та вещь, которая путешествует со мной очень часто. Не потому что я люблю что-то такое, о чем вы там подумали, а потому что им можно мазать ноги, оберегая их от потертостей. Так, а ноги у всех тип-топ. Никто там каких-то странных чувств вчера не испытывал. Они странные, обыденные. Совершенно конкретные, да. Видите, что ты делаешь? Ага, прекрати. Можно мазать места, которые уже пошли потертостями. Например, булочки там подтираются, где-то, может быть, внутренние части бедер, подмышки. Последнее приготовление перед выходом – румяные щечки. А у меня это будут румяные губки. В этом походе я понял еще один маленький нюансик, что губы высыпают в куламину. Хотя целоваться ни с кем не собираюсь, но самому неприятно, да и потом растрескается до крови. И зачем оно нужно? Так что машьтесь, господа. Без смазки никакое дело почти не пойдет. В общем, вещь реально незаменимая, особенно в каких-то жестких спортивных походах. Следующие штуковины наверняка используете и вы. Это пакеты майки из супермаркета. Да, блин, это очень классная штука. Можно не только использовать их в качестве мешков для вещей, но и как гидроизоляцию, чтобы ничего не промокало. Храните туалетную бумагу в пакете, чтобы не отсрела. Отсревшая бумага – это, увы, ни о чем. Полностью отказаться от накидки на рюкзак. Можно в них готовить еду, если вдруг на вас неожиданно свалилась курица или кусок оленя. Все это пихаете внутрь, добавляете маринад и через пару часов у вас походный шашлык. Короче, применений масса, блин, это же полиэтиленовые пакеты. Просто не забывайте их дома. На четвертом месте штуку, которую я беру не в каждый поход, но очень часто она выручает. Это маленький рюкзачок, весом чуть больше 100 грамм. Особенно он полезен в походах, где полно радиальных выходов или в походах с детьми. Оставили большой рюкзак, нужно сходить куда-то. Взяли такой с собой. Нужно докупить продуктов, взяли маленький рюкзачок и отправились в населенку. Собрали грибы и ягоды, положили это все в такой рюкзачок. В общем, применений тоже масса. Плата за это вес чуть больше 100 граммов. Пятый предмет, о котором новички могут даже и не знать вовсе. Это гермомешок. Если вы идете куда-то в мокрый регион, где постоянно фигачат дожди, то гермомешок это лучшая альтернатива накидке на рюкзак или тем же полиэтиленовым пакетам, о которых я рассказывал. Обычные походы можно взять небольшой герм для тех вещей, которые вы точно должны сохранять сухими. Например, электроника, бабосы, документы, может даже спальничек, спальный мешок. О скрытых возможностях гермомешка смотрите в видосах топ-5 советов по гермомешкам у меня же на канале. Огненный был видос. Ребят, я заметил, что вы не делитесь моими видео. Вы серьезно? Я для кого их пишу? Обязательно поделитесь этим видео. А в комментах напишите свои приблудки, которые вы берете в поход. Кому-то будет это наверняка полезно. Может быть мы снимем по лучшим комментариям отдельное видео. Увидимся в походах. До скорого. Пока-пока. Вот как бы все. Пять вещей. Но на самом деле, что еще не очевидное? Квадрокоптер, блин. Вообще, какой современный поход без квадрокоптера? Рекомендую всем. Обязательно взять визитку, хотел сказать. Визу взять. Визу с бабосом прям. Не кредитку там, это говно. Бабос уже должен быть. Вы уже должны заработать этот бабос до похода и сложить его туда на карту визу. В принципе, квадрик не берите. Просто купите прям перед походом по карте. И про туалетную бумагу, блин, не забывайте. Сейчас-то забудешь туалетную бумагу. И все, пошла-поехала. Выбираешь только траву, чтобы в ядовитый плющ не попался.